Задача по геометрии была придумана много-много лет назад Игорем Федоровичем Шарикиным. У нее замечательная история, она же всем понравилась. Ее поместили в задачнике кванта, эту задачу. Прошло несколько лет, и уже будучи опубликована в задачнике кванта, она была потом на международной олимпиаде. Вот это была такая реклама задачи для того, чтобы вы понимали, что она всем понравилась. Теперь условие. Есть прямая. На этой прямой точка и окружность с этим центром. Ну, посмотрите, насколько я могу. Вот примерно так. Вот, окружность с этим центром. Давайте чуть-чуть отойдем сюда. И чуть-чуть отойдем сюда. Понятно, что можно провести касательную. провести касательную и здесь. И можно нарисовать четырехугольник. Какими свойствами он обладает. Значит, есть точка на прямой АД, да, между точками А и Д, которая одинаково удалена от этих отрезков. А это является касательной окружности О или нет? Да, 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 я нарисовал. Вот здесь, вот здесь точка касания, здесь точка касания, здесь точка касания, здесь точка касания. Ну, согласитесь, что картинка абсолютно понятная и несложная. Правда? Вот дальше Шайгин догадался вот до чего. А давайте наложим еще одно условие. Пусть так получилось, что вот эти четыре точки тоже оказались на окружности. Ну, разумеется, чаще всего этого не будет. Но с другой стороны... Это пунктир, то есть четырехугольник, который обладает следующим свойством. Есть точка на стороне АД, которая на одинаковых расстояниях расположена от трех других сторон. Задача. Докажите, что сумма сторон АВ и СД равна длине отрезка АД. Можно начать решать, вычислять. Вы обнаружите, что не так-то это просто вычисляется. И оказывается, что у этой задачи есть совершенно замечательное решение, которое сейчас, что называется, поймут абсолютно все присутствие решения. Сейчас приятно так пересовано, что эта функтирная окружность тоже имеет центр на АД. Но это вообще не подполагается. Это потому, что я у меня компьютер. Это случайно получилось. Просто... Она любая. Просто любой вписанный четырехугольник, я не знаю, где у нее центр. Я могу сейчас примерно так наметить ее центр, но это как получилось, так получилось. Так вот, ребята, чтобы решить эту задачу, нужно знать одно очень важное в геометрии понятия. Это антипараллельное прямое. Рассказываю. Если у нас есть какой-то угол, то мы, разумеется, можем проводить прямые вот так. И в таком случае, как учат в самом начале при изучении геометрии, все эти углы будут одинаковые. Правильно? Вот это называется параллельное. А вот теперь смотрите. Мы можем оставить только одну из этих прямых. Все остальные, значит, стереть. Оставить только одну из этих прямых. И отразить ее относительно биссектрисы. Понятно, что туда произойдет. Эта точка перейдет сюда. Эта точка перейдет сюда. И получится какой-то отрезок симметричный того, что у нас был. Понятно? Так. Вы прошли, повернули трехугольник, вырезали из бумаги, повернули его обратной стороной. Осевая сметрая, отразили. Так вот, теперь уже можно установить все прямые, которые здесь были. Ребята, вот эта прямая называется антипараллельной к всем этим прямым. Значит, определение. При данном угле. Да, если у нас есть угол, и какая-то прямая составляет с одной стороной какой-то там угол, то если проходит другая прямая так, что вот здесь возникает угол такой же величины, то вот эти две прямые будем называть антипараллельной. Понятная ситуация? Понятно. Вопрос. Где на этой картинке можно найти антипараллельной прямой? Это очень просто. Всегда, когда у нас есть четырехугольник, вписанный в окружность, сумма его противоположных углов – это 180 градусов. Вот этот угол, я сейчас не буду этот факт доказывать, но считается, что вот это вы знаете. Значит, это некоторый угол дельта. Вот этот угол, это тогда будет автоматически 180 минус дельта. Это, собственно, и есть необходимые и достаточные условия для того, чтобы четырехугольник был вписан в окружность. Все понятно. Теперь смотрите, если я продолжаю, и здесь 180 минус дельта, то вот этот угол, это как раз и будет замечательно. Теперь продолжаю вот эту прямую тоже. Там будет какая-то точка пересечения, точка Е, и относительно угла А, Е, Д прямая П, С, антипараллельно прямой А, Д. Ну, я не знаю, запомнили эту картинку? Так? Так. Хорошо. Зачем я это все рассказывал? А, очень просто. Значит, когда у вас есть антипараллельные прямые, разумно рассмотреть параллельные прямые. Проще говоря, мы вот эту прямую БЦ можем отразить относительно биссектрисы угла Е. Значит, здесь вот есть биссектриса. Сколько у нас окружность вписана в угол, то она проходит через точку О, разумеется. И когда вы отражаете относительно биссектрисы прямую, то из антипараллельной она превращается в параллельную. Так, пожалуйста, все посмотрели на эту картинку и вспоминаем, да? Значит, мы отразили и получили ту самую антипараллельную прямую. Я имею полное право отразить. Но здесь, на самом деле, я немножко криво нарисовано. У меня здесь касание с этой стороны. Если по-настоящему чертеж сделать, то касание будет примерно вот такое. Почему? Потому что, когда я отражу прямую БЦ, то я получу какую-то там прямую Б штрих, С штрих, и она по-прежнему будет касаться окружности. Потому что окружность была вписана в угол, значит, при симметрии с окружностью ничего не произошло, да? У нее две половинки поменялись местами. Здесь касалось, значит, и после симметрии будет касаться. И, вот это принципиально важно, угол перешел вот в этот угол. Значит, у меня получилась прямая, что? Параллельная. Что такое фигура А, С штрих, Б штрих, Д, где С штрих, Б штрих, параллельно А, Д? Да? Трапенция, совершенно верно. Значит, я могу тебе говорить о такой задаче. Есть трапеция. Точка на основании трапеции. И окружность, которая касается боковых сторон, и центр лежит на основании. Так, единственное, у меня кое-что изменилось. Раньше были отрестия А, Б, и Ц, Д, а теперь другие. Но, ребята, все понимают, что вот этот отрезок вообще-то симметричен вот этот. Б штрих, Ц это то же самое, что Б, Ц штрих. Поэтому сколько в одном месте отъявлено, сколько в другом месте прибавлено. Значит, вместо того, чтобы доказывать исходное равенство, я могу доказывать другое. Могу доказывать, что А, Ц штрих плюс Д, Б штрих равняется А, Д. Теперь я уже смело рисую трапецию. И эту самую полуокружность. Вот она, полуокружность. Здесь настоящая трапеция. И вот дальше вопрос. Знаете ли вы это свойство трапеции или нет? Когда есть трапеция, то уже там все легко считается. Но знаете ли вы вот этот материал из совсем-совсем начала геометрии. Что бывает, если у нас есть трапеция, почему основание равно сумме боковых сторон? Представьте себе, что у нас есть две параллельные прямые, пересеченный третий. И здесь вот какая-то бисектриса угла. Все помнят, чему нас учат в школе об этом полуокружность? А? Вот, отлично. А значит, этот треугольник равноведен. Отлично, а сюда? Соединить верхние вершины с точкой О. Так. Здесь будет бисектриса. Всем понятно почему? Потому что вписанная в уголокружность. Эти ваши любимые накрест лежащие. И значит этот отрезок чему рай? В этом. Шо? Здесь что у нас будет? Это будет то же самое, да. Таким образом, не просто у нас АС штрих ВДБ штрих, а на самом деле это есть АО плюс ДО. Поняли? Как сказать, антипараллельность прямых используется в огромном количестве задач. Вот. Мне кажется, такой забавный пример, когда... Да, кстати, придумать эту задачу, между прочим, легче, чем решить. Потому что смотрите, что было сделано. Взяли абсолютно понятную задачу, да, и просто вспомнили, что для любой прямой вообще-то можно рассмотреть антипараллельно. И получили задачу международная алимпиада. Ну, правда, это тогда международная алимпиада была, сейчас всё-таки посложнее задать задача, но тем не менее. Да. Субтитры создавал DimaTorzok